Добрый день, лимители радиоуправляемых моделей. Четвертая часть по сборке обновленного LA5FN. Продолжаем зашивать фюзеляж и также сегодня подготовим капот. Саму заготовку обшивки предварительно нужно подготовить, склеить несколько стыков. Это мы делали с вами и на хвостовой секции, здесь все тоже самое. Теперь, чтобы не ошибиться при вырезке крышки батарейного отсека, под крышку подкладываем два кусочка проволоки. Располагаться они должны по углам крышки. Передняя также. А нам остается сейчас промазать каркас и приклеить обшивку. Проклеивать начинаем с центрального ребра. При проклейте крышки здесь будьте внимательны, нельзя чтобы клей попадал в зазоры между крышкой и каркасом модели. Обшивку прикладываем, ориентируясь по меткам, прижимаем. Сейчас снимаем, смотрим на отпечаток клея и также распределяем тонким равномерным слоем. А пока первый этап подсыхает, промазываем оставшуюся часть каркаса. Клей доносим так, чтобы проклеить в том числе и торец с обшивки. Также пока ждем сушки клея, подготовим несколько кусочков скотча. По мере готовности клея, внимательно совмещаем метки. Заднюю часть обшивки сразу же подтягиваем кусочком скотча. Затем переворачиваем каркас модели и равномерно обворачиваем обшивку вокруг каркаса. Поджимаем борта. Если все сделано правильно, обшивка у вас должна заканчиваться на кромках шпангоутов. Теперь, пока подсыхают борта, отрезаем еще несколько длинных кусочков скотча. Такой полосы будет достаточно. Широкий скотч нам здесь не требуется, поэтому распускаем пополам. Но к неким временем начинает подсыхать и мы постепенно обшивку закрываем. Начинать советую с середины крыла. И вот как раз этими длинными полосками скотча в районе шпангоута обязательно обшивку стягиваем. В промежутках не тяните, иначе можно продавить участки, а то и вообще сломать. Теперь стыкуем обшивку с предыдущим сегментом. Эти стыки фиксируем скотчем. В районе шпангоута последним длинным кусочком скотча обшивку стягиваем. Внутренние кромочки чуть-чуть снимите наждачки, чтобы легче было склеивать. Теперь промазываем клеем оставшуюся часть каркаса и кромки обшивки. По мере готовности клея обшивку подтягиваем и шов фиксируем скотчем. Еще раз плотненько все подожмите к каркасу и только затем дотягиваем уже непосредственно сами кромки и скотчем шов затягиваем. Булавки с передней части капота можем выдернуть и все излишки аккуратненько обрезаем, оставляя примерно по пол миллиметра припуска на подтяжку и подтягиваем к моторам. Проклеить желательно весь периметр, так зафиксируйте максимально надежно. Вот такой у нас фюзеляж получается. Сейчас даем ему просохнуть, но пока займемся заготовкой капота. Капот собирается по бутербродной технологии. Берем кольца, промазываем их по периметру и склеиваем между собой для начала попарно. Клей советую наносить на кольцо меньшего диаметра по внешней кромке. При установке следите, чтобы зазоры по периметру были одинаковые. Аналогично подготавливаем оставшиеся кольца и тут также подготовленные пары объединяем между собой. Финальный стык склеивается аналогично. Все зазоры также ровненько выставляем и даем заготовке капота просохнуть. На канал YouTube у нас уходят только короткие нарезки по основным моментам сборки модели. Если вам требуется посмотреть более подробную версию видео, сделать это можно в центре развития моделизма. Ссылочка будет в подсказках. Переходите, регистрируйтесь, смотрите подробные пошаговые видео уроки и собирайте модели вместе с нами. В следующей части мы окончательно закончим работу с фюзеляжем, вырежем крышку, приклеим капот, обработаем его, сделаем воздухозаборник и также вырежем место под фонарь кабины. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому! Субтитры сделал DimaTorzok